Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынков от компании TECMIL и с вами я, Артур Индиатурин. Глава ФРС выступил перед Конгрессом вчера, на вторник, визобил, что текущее состояние экономики не вызывает беспокойства, однако полностью не позволяет расслабиться вспышка коронавируса. За которым ФРС внимательно следит. И вопрос о долгосрочной стабильности, скорее всего, Павлу намекал о недостатке фискальной дисциплины правительства, о риске, который несет за собой увеличение бюджетного депутата в 2020 году. Павел заявил, что нет причин не ожидать продолжения экспансии и то, что диапазон процентной ставки от 1,5% до 1,75% сейчас является комфортным для экономики. При этом Глава ФРС подспудно, будем говорить, неявно таким образом отрицал, что вспышка коронавируса есть недостаточный повод для того, чтобы пересмотреть настройки политики в ближайшем будущем. То есть исключил на данный момент какое-либо негативное влияние, какое-либо негативное воздействие вируса на американскую экономику именно на данный момент. Тем не менее, Павел также заявил, что эхо эпидемии все-таки дойдет до США в смысле экономического ущерба, но определить, требует ли это ответа реакции со стороны Центрального банка, пока преждевременно. По обратному выкупу акций в США об этом факторе спроса, искусственного спроса на американском рынке на некоторое время инвесторы позабыли, потому что появились другие события, которые захватили внимание. Однако сейчас стоит освежить представление о тенденциях, связанных с обратным акцией, так как в недавнем прошлом, в 2017-2019 году, да и вообще после проведения налоговой реформы Трампа, они нехилово тянули фондовый рынок США вверх. На этом графике мы видим, что несмотря на нисходящий тренд в недельных объявленных байбеках, то есть обратных выкупах акций до минимума двух лет, объем исполненных байбеков пока продолжает расти. Это видно, например, из этого всплеска в начале 2020 года. И сейчас объем байбеков превышает объем байбеков аналогичного периода прошлого года почти на треть. И из этого можно сделать вывод сейчас, что задачу обеспечения стабильности корпорации США пока еще частично берут на себя. Это есть и рыночный сигнал, который сейчас сдерживает продажи, так как участники рынка понимают, что сейчас существует существенный, значительный источник спроса со стороны корпорации на свои акции. Однако, так как объем объявленных байбеков, как на этом графике показано, снижается, можно полагать, что инвесторы вскоре начнут все-таки учитывать в цене активов, в цене акций истощение этого фактора поддержки. Далее мы продолжаем наш обзор и рассматриваем ситуацию с коронавирусом. Два графика, за которыми необходимо сейчас следить, это новые случаи в Китае. Этот график представлен на ваших экранах. И новые случаи за пределом Китая. Если мы глянем на динамику новых случаев в Китае, можно видеть, что сейчас это число идет на уголь. Пик у нас был 4 февраля, после чего, как я уже писал, возымели эффект, возымели действия, жесткие меры карантина. И в то же время за пределами Китая у нас наметился некоторый рост числа зараженных. За пределами Китая, центром, эпицентром, будем так говорить, является сейчас круизный лайнер Diamond Princess. Карантин, которого, кстати, экстремально, точнее, очень легко организовать. Это просто не давать пассажирам сойти на берег, что как бы и происходит. То есть сам лайнер по себе это и есть место карантина. Также недавно появилась новость о том, что Китай решил не включать асимптоматические случаи. То есть те случаи, которые проходят бессимптомно в подтвержденные случаи. Теперь их классифицируют как случай просто положительный. Это не входило не в рекомендации ВОЗ, это было неожиданное решение для Всемирной Организации Здравоохранения. Вызвало у них недоумение, почему эти случаи бессимптомные нужно исключить, если трансмиссия все-таки происходит даже между здоровым и бессимптомным, будем так говорить, больным. Не является ли это попыткой Китая как-то занизить реальное число заразившихся. Тем не менее, я бы не стал придавать этой новости, этому решению большое значение, так как разумно полагать, что бессимптомные случаи менее заразные. То есть их не нужно лечить немедленно и расходовать на них ресурсы, койку или препараты. Задействовать медицинский персонал для лечения, для обследования и так далее. С этими ресурсами сейчас, особенно в эпицентре, напряжёнка, поэтому если рассматривать решение Китая с такой перспективой, исключение бессимптомных больных из подтверждённых случаев, это всего лишь попытка как-то решить проблему недостаточности, ограниченности ресурсов для лечения больных. Именно в эпицентре. И именно на той стадии вспышки, на которой мы сейчас находимся, очень глубоко полагать, что Китай вдруг ни с того ни с сего решил манипулировать данными, решил как-то попытаться занизить новое число заболевших, когда мы видим действительно, что начало происходить устойчивое снижение числа заболевших до объявления решения о том, что бессимптомные случаи не будут включаться подтверждённые. И поэтому из этого можно сделать выводы, что данным можно полагаться, тем данным, которые предоставляет Китай, и сейчас для оценки перспектив бегства от риска, то есть реакции на новости о вспышке коронавируса, стоит держать фокус на этих двух временных редактах, то есть новых случаях заражённых в Китае и новых случаях заразившихся за пределами Китая. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в пятницу. Продолжение следует...